Друзья, всем привет, с вами Яков. Вот в последнее время появилось пару новостей по вселенной Диабло. Ну и что касается новостей, неважно какие бы они ни были, люди могут к ним относиться по-разному. Даже невзирая, хорошая это новость, плохая это новость, разработчики все равно будут плохими. Так как они игру забросили, ничего с ней не делают, игра уже мертвая. Но в всяком случае это одно из таких мнений. Ну и второе мнение это, что игра хоть как-то, хоть немножко доразвивается, и это уже хорошо. Как допустим в предстоящем патче 2.6.6 добавляют некоторые новые легендарные свойства у предметов, перерабатываются немножко не основополагающие сеты, и это очень многим игрокам нравится, и это приятно. Но в всяком случае мне приятно, что как раз таки присутствует та публика, вторая публика, которая хоть каким-то изменением рада. Так вот, буквально пару часов назад компания Blizzard опубликовала статью на своем сайте, официальном сайте. Если что, ссылку на эту статью я естественно помещу в комментарии под роликом. Хотя нет, в комментарии помещать не буду, я ее помещу в описании под роликом. Так что в описании можете перейти, и с этой статьей ознакомиться подробно. Что касается ролика, то тут я вам покажу небольшую выдержку из данной статьи, но и из которой мы можем сделать вывод, что разработчики окраски сейчас ведут непосредственно работу над следующими моментами. Первое это, конечно же, тематика последующих сезонов. Второй момент очень меня порадовал, это новые комплекты для всех классов. Другими словами, это новые сеты. Я думаю, сильно разгоняться мы не будем, наверное, скорее всего по одному сету для каждого из героев. Но согласитесь, дорогие друзья, что по одному сету для каждого героя это очень даже неплохо. Потому что один сет хорошо, а семь еще лучше, и это довольно-таки неплохо разнообразит игровой процесс. Третье, что мы видим в статье, это десятки легендарных свойств. Ну, легендарные свойства, я думаю, это, наверное, какие-то переработки существующих предметов, или же добавление новых легендарных свойств тем предметам, у которых их, собственно говоря, не было. Так что я считаю, что это очень неплохая новость. Потому что если раньше разработчики писали, что мы над чем-то работаем, мы вас чем-то порадуем, а когда, чем, не было четко понятно. Ну, а сейчас хотя бы они написали, чем они занимаются и что нам ждать в будущем. Опять-таки, когда это будущее, тоже неизвестно. Это может быть следующий патч, то есть, наверное, не знаю, 2.6.7. Ну, а может, это будет патч 9.6.0. Не знаю, время покажет, но, во всяком случае, пока информация есть такая, что готовится, разрабатываются, планируются новые сеты. Что вы думаете об этом? Какие будут сеты? Рады ли вы такой информацией? Пишите в комментариях под роликом. Также хочу сообщить, что в октябре месяце, с 3-го по 6 октября, произойдет выставка Игромир 2019 года. Эта выставка будет в Москве. И на эту выставку собирается переехать компания Blizzard со своим стендом. Что касается Diablo, дорогие друзья, то я думаю, там нам особо ждать нечего. Только если не случится, допустим, такая ситуация, что до октября месяца выйдет Diablo Immortal. И если Diablo Immortal выйдет до октября месяца, то, наверное, на этой выставке мы увидим только ее. То есть, опять-таки, если выйдет Diablo Immortal, нам там ее покажут. Хотя, честно говоря, зачем на нее смотреть, если она будет у всех на планшетах и на телефонах. Ну, все-таки ладно. Ну, и если не выйдет, нам, опять-таки, покажут, наверное, какой-то сырой демо-геймплей. Ну, а что касается других анонсов, допустим, ну, многие ждут, допустим, Diablo 4 или Diablo, какая бы она там ни была. То, дорогие друзья, там мы это ничего не услышим, не увидим, не найдем. Потому что основная выставка для компании Blizzard это, безусловно, BlizzCon, которая пройдет в ноябре этого года. Ну, и, собственно говоря, уже на этой выставке, то есть на BlizzCon, мы, может быть, узнаем о релизе будущей. Наверное, многими ожидаемой игры. Точнее, не о релизе, а о анонсе. Но все же, октябрь не за горами. Если что, будем следить и за выставкой Игромир, для того, чтобы иметь какую-никакую информацию. В общем, что вы думаете, дорогие друзья, о этих новостях? Пишите в комментариях под роликом, все ваши мысли, будет интересно почитать. Ну, а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, и желаю удачи. Всех заново походим! Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!